В предстоящем зимнем сезоне ожидается порядка 270 тысяч гостей, наполовину больше, чем в предыдущем, когда в частности на курорте Роза Хутор возникли некоторые нюансы, в основном касающиеся транспортной составляющей. Не было указательных знаков, информационных табло, не хватало машиномест. Даже многоярусные парковки, рассчитанные на тысячу автомобилей, были забиты под завязку. В этом году количество стоянок увеличили, разработана программа информационная, но еще есть над чем работать. Так до сих пор не подготовлена разворотная площадка для автобусов, где должна быть посадка и высадка пассажиров. Этот вопрос стал одним из первых на обсуждении в ходе заседания координационной комиссии. 29 числа уже по решению комиссии по безопасности дорожного движения, вся дорога, краевая, она будет установлена знаками. Остановка запрещена, поэтому если не будет сделана разворотная площадка и площадка высадки, то вы будете не готовы. Руководство «Розы Хутор» обещает завершить там все работы до 25 декабря. Кроме того, они уже организовали так называемые вторые входные ворота на курорт. Специальная площадка для автомобилей находится в горах. Там у нас есть кассы, там у нас есть прокат, там у нас есть 600 парковочных машин. Это первое. И второй момент мы заключили договор по пользованию большой парковкой, которая находится в эстасадке на слиянии совмещенной дороги и дороги с Красной поляной. Говорилось на совещании и об информационных табло, показывающих наличие парковок, мест для остановок и количество эскипасов. Они должны быть не только на въезде в курорты, но и непосредственно на их территории. Ведь в прошлом году билетов на подъемники гостям было продано больше, чем может разместить курорт. Кроме того, уже разработана комплексная транспортная схема движения по курорту, но пока она есть только на бумаге. Я вижу только мероприятия, какие нужно сделать, а собственно самой этой транспортной схемой, которая четко предписывает всем организаторам и участникам дорожного движения, что им делать в случае критической ситуации, затора, куда направлять. Мы должны дать и муниципалитет, и край свое видение, свои предложения этому сводящему, как мы видим, должен этот транспортный план из каких этапов состоять. До 20 декабря у нас должен быть утвержден документ, который мы назовем транспортным планом, по которому более-менее попытаемся расставить точки над «и», кто чем занимается при организации движения. Срок на выполнение задачи мал, подчеркивает вице-губернатор. Правильно и четко расставить приоритеты могут только специалисты, которые входят в состав координационного штаба. И курировать эту работу будут Департамент транспорта, Министерство курортов «Край» и Администрация Сочи. На период наплыва отдыхающий для их удобства движение личного транспорта на Красную Поляну может быть ограничено, исходя из количества свободных парковочных мест. При этом железнодорожный и общественный транспорт в полном объеме сможет обеспечить комфортную доставку на горнолыжные курорты. 20 электропоездов «Ласточка» уже переходят на зимнее расписание, и оно должно быть удобным для гостей курорта. В ближайшее время установят тарифы и решат вопросы компоновки вагонов. Так, например, чтобы сократить транспортную нагрузку в пиковые часы, необходимо включить дополнительный маршрут – Олимпийский парк «Роза Хутор». Этот момент уже взят под карандаш. Еще один вопрос, который также был в прошлом году проблемным – питание. Как отчитались на совещании руководители горнолыжных курортов, то все вопросы с сетевиками, складскими помещениями и доставкой продуктов уже решены. Так ли это, оценит комиссия. Рейды пройдут до 20 декабря. Специалисты также проверят количество снегоуборочной техники и соответствие классификации средств размещения и работу персонала. Особое внимание будет уделено безопасности. Весь комплекс мер, как отметили на совещании, должен обеспечить качество и комфорт многочисленным туристам.